Друзья, всем привет! Пока ремонт приостановлен, я решил снять несколько видеообзоров. Сегодня как раз один из них. Сегодня мы с вами посмотрим на контроллер системы защиты от протечек от компании Neptune. Это новая модель этого года, называется Smart. И интересна она прежде всего своей модульной архитектурой и наличием Wi-Fi. То есть системой защиты от протечек можно управлять удаленно из мобильного приложения. Есть интересные технические решения, разберем их сегодня после небольшой рекламной ставки. Спонсор канала – компания PCBWay. Это один из крупнейших китайских производителей печатных плат с отправкой продукции по всему миру. Они производят печатные платы любой сложности на текстолите, алюминиевой или гибкой основе. На небольшие заказы до 10 печатных плат с размерами не более чем 10х10 см действует акционная цена в 5 долларов. Плюс еще примерно 8 долларов будет стоить доставка. Также PCBWay частенько проводит акции с призами. И, например, сейчас, если загрузить свой оригинальный проект на базе Raspberry Pi Pico на сайт PCBWay, то уже за участие в этом конкурсе можно получить Raspberry Pi Pico, такую же плату. Кроме того, авторы 10 лучших проектов получают полноразмерную Raspberry Pi, а также сертификат на 100 долларов от компании PCBWay. Ссылку на страницу конкурса я оставлю в описании к этому ролику. Итак, контроллер Neptune Smart выглядит следующим образом. Выполнен он в белом пластиковом корпусе. Есть несколько элементов индикации управления. Это две кнопки, которые, к сожалению, имеют не очень явный тактильный отклик. И пять светодиодных индикаторов. Все они синего цвета. Чуть позже к ним вернемся, разберемся, для чего они нужны. Вот на этой грани корпуса есть разъем для подачи питания на контроллер. Кроме того, в разрыв вот этого питающего кабеля может быть включен источник бесперебойного питания оригинальный, нептуновский. Он на литиевых аккумуляторах на 12 вольт и позволяет питать контроллер в случае, если пропало питание в электросети дома. Но единственный нюанс здесь заключается в том, что контроллер не имеет обратной связи с этим источником бесперебойного питания. И не знает, когда будет разряжен аккумулятор, не может заранее перекрыть кран, например. Теперь, что касается кнопок и индикаторов. Как видите, есть две кнопки 1 и 2 и светодиодные индикаторы напротив каждой из них. Дело в том, что этот контроллер может работать в одном из двух режимов. Обслуживать может одну зону, либо две зоны. Ну, то есть, грубо говоря, один стояк, либо два стояка. При этом, в каждой зоне привязываются свои датчики протечки и свои краны. То есть, в принципе, если в квартире два стояка, то можно задачу защиты от протечек закрыть одним таким контроллером. По умолчанию он работает в режиме с одной зоной. И в этом случае кнопка 1 открывает краны, кнопка 2 закрывает. Светодиодный индикатор своим свечением отображает текущее состояние кранов. В случае двухзонного режима работы контроллера, каждая из кнопок отвечает за свою зону и попеременно открывает, либо закрывает краны соответствующей зоны. Индикатор также загорается в случае, если краны этой зоны открыты. При этом, мигание этих двух индикаторов в двухзонном режиме означает либо срабатывание тревоги в соответствующей зоне, либо потерю датчиков, привязанных к соответствующей зоне. Свечение следующего индикатора означает, что контроллер включен. Мигание означает, что есть ошибка в модулях расширения. Чуть позже на них взглянем. Свечение следующего индикатора означает состояние тревоги. А мигание его означает либо режим мойки пола, который включается на 50 минут, после чего автоматически отключается. либо потеря датчика в случае однозонного режима работы контроллера. Ну и пятый индикатор с обозначением Wi-Fi на самом деле является индикатором обмена по какому-либо из интерфейсов. Это либо может быть Wi-Fi, либо Ethernet, либо RS-485. Давайте теперь заглянем под верхнюю крышку контроллера. Внутри корпуса контроллера мы с вами видим печатную плату, в нижней части которой располагаются клеммники для подключения проводов, приходящих снаружи. Сами провода заводятся либо через вот это окно в нижней части контроллера, либо через вот это окно в задней части контроллера. Что касается назначения клемм. Вот на этом клеммнике первые две клеммы это альтернативный способ подачи питания на контроллер. То есть не через внешний разъем, а через вот эти две клеммы. 12 вольт сюда подключается. Следующие три клеммы это релейный выход контроллера. Он может использоваться для одной из двух целей. Режим его работы переключается в настройках контроллера. Первый режим работы активирует этот выход в случае срабатывания тревоги. На время срабатывания тревоги, когда она снимается, этот выход тоже деактивируется. Это позволяет, например, передать состояние тревоги в какую-то внешнюю систему при помощи дискретного сигнала. Второй режим работы выхода активирует его в случае, когда краны либо закрыты, либо открыты. Тут есть и нормально замкнутые, и нормально разомкнутые контакты, что позволяет и ту, и другую логику реализовать. Это может быть использовано для включения каких-то дополнительных потребителей. Это могут быть нагреватели или насосы. Либо при закрытом состоянии клапанов, либо при открытом. Вот этот ряд клемм используется для подключения проводных датчиков протечки. Здесь у нас 4 входа. На каждой используются 3 клеммы. То есть плюс питание 12 вольт, земля и сигнальная линия. Датчик должен замыкать сигнальную линию на землю при срабатывании датчика протечки. Производитель допускает подключение каждому из 4 таких входов до 20 датчиков. То есть, поскольку у них открытый коллектор, при запараллеливании датчиков они корректно будут передавать тревогу в контроллер. При этом использование нескольких входов позволяет присвоить каждому из них название. И это название будет фигурировать в уведомлениях при срабатывании тревоги. Это позволит быстро локализовать проблему. Кроме того, к этим входам можно подключать не только датчики протечки проводные, но и также можно подключать кнопки. Это полезно в случае, если вы хотите с внешних кнопок управлять состоянием кранов. При этом, конечно же, эти входы необходимо соответствующим образом сконфигурировать в контроллере. Нижний ряд клемм используется для подключения кранов. Этот контроллер работает только с кранами с управлением на 12 вольт. При этом здесь 4 выхода для подключения кранов. Каждый использует 3 клеммы. Средняя клемма это общий, левая клемма для открытия крана и правая для закрытия крана. То есть контроллер фактически подает 12 вольт относительно общего, либо на одно плечо, либо на второе. В течение заданного времени. И сам кран еще по концевику отключает свой электродвигатель, когда он откроется, либо закроется. Сама логика управления краном позволяет к одному выходному каналу подключить 2 или 3 крана. Но производитель такую возможность не дает. Видимо, причина в том, что ограничена нагрузочная способность выхода. То есть каждому из 4 выходов только один кран подключается. Ну и в верхней части печатной платы мы с вами видим 4 слота для установки модулей расширения. Как видите, здесь производитель выбрал формат печатных плат. Что-то типа модулей расширения для ноутбуков с интерфейсом Mini PCI-Express. И разъем использован соответствующий. И по размеру модуль примерно похож. При этом конструктивно все 4 слота одинаковые. Но при этом не в каждый слот можно установить любой модуль. Список совместимых типов модулей с конкретным слотом располагается на печатной плате. Нанесен он в шелкографии. Как вот для этих двух слотов. Первый и четвертый. Всего в продаже есть 4 разновидности модулей расширения. Как видите, в моем контроллере 2 модуля расширения уже установлены. И это отличительная особенность модификации контроллера Smart+. Если бы это был контроллер просто Smart без плюса, то вот этих двух модулей здесь бы не стояло. Было бы просто 4 одинаковых пустых слота. Итак, у меня здесь установлен радиомодуль для подключения беспроводных датчиков протечки. Сами такие датчики протечки у Нептуна стоят 3300 рублей. Этот радиомодуль отдельно, если его покупать, стоит 2900 рублей. У него есть своя антенна. Она крепится на корпусе. Используемый частотный диапазон 868 МГц. Вот этот модуль служит для подключения импульсных выходов счетчиков воды. И позволяет вести учет потребления воды. Отдельно горячей и холодной. Можно видеть показания в интерфейсе системы. Это довольно удобно. И, кстати, этот модуль довольно дешевый. Всего 900 рублей стоит модуль, которому подключаются сразу два счетчика. Помимо этих двух модулей расширения существует также модуль с интерфейсом Ethernet. Он используется как альтернатива Wi-Fi. То есть при его установке Wi-Fi в контроллере отключается. Он используется в тех случаях, когда не удается обеспечить контроллеру стабильное подключение по Wi-Fi. Ну и четвертый вариант модулей расширения. Это модуль с интерфейсом RS-485. Он позволяет контроллеру быть Modbus слейвом. Также на печатной плате вы можете видеть упоминание радиомодуля Lora. Однако его сейчас в продаже нет. Будет ли он в продаже в дальнейшем появится или нет, мне неизвестно. Ну что ж, давайте произведем подключение контроллера. У меня, к сожалению, сегодня нет кранов, чтобы продемонстрировать работу с кранами. Они у меня уже установлены на квартире. Я не стал их снимать для видеообзора. Но подключим мы контроллеру вот такой проводной датчик протечки. Нептуновский. Он стоит чуть меньше 1000 рублей. Питается напряжением от 12 до 24 вольт. И имеет выход открытый коллектор до 50 миллиампер. Что как раз подходит для подключения к этому контроллеру. Также я буду подключать контроллеру вот такой датчик протечки беспроводной. Вот компании Neptune на 868 МГц. Стоит такой 3300 рублей. Для подключения этого датчика к контроллеру нужно перевести контроллер в специальный режим. Либо с кнопок, либо с мобильного приложения. И сымитировать протечку. То есть на время 4 секунды замкнуть вот эти две клеммы. Кстати говоря, этот датчик умеет передавать в контроллер не только состояние протечки, но и уровень заряда батарейки внутри. Кроме того, здесь есть светодиодный индикатор, который по количеству вспышек позволяет оценить уровень сигнала от контроллера к датчику. То есть у них, видимо, двухсторонний обмен происходит. Итак, друзья, контроллер включен и он по Wi-Fi сейчас подключен к моей домашней локалке. Это необходимо ему для взаимодействия с мобильным приложением. Вообще здесь используется распространенная в последнее время архитектура, когда взаимодействие между мобильным приложением и устройством происходит через сервер внешний. Почему производители прибегают к такому способу? Ну, очевидно, это позволяет без каких-либо сложных настроек со стороны пользователя реализовать возможность управления устройством из любой точки мира. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Минус в данном случае в том, что это взаимодействие жестко завязано на работоспособность сервера. Ну и давайте посмотрим на работу мобильного приложения. Оно называется SST Cloud. SST это та компания, которая производит эти контроллеры. Также они производят контроллеры для тёплого пола. И с ними тоже можно работать из этого мобильного приложения. Вообще по мобильному приложению должен всё-таки отметить некоторые минусы. Дело в том, что оно довольно деревянное. Оно частенько глючит, иногда не видит контроллер, пишет, что он офлайн. Иногда при этом интерфейс начинает дико тормозить. Отклик до нескольких секунд доходит. Приложение выдаёт ошибки. Также, ну это одновременно и фишка приложения тоже. Приложение динамически подстраивает свой интерфейс под конфигурацию контроллера и под выбранный режим. Например, если мы переключаем контроллер из однозонного режима в двухзонный, то и другие соседние настройки также автоматически перестраиваются. С одной стороны это прикольно, с другой не всегда работает корректно. У меня бывали случаи, что я переходил на двухзонный режим, и у меня соседние настройки просто начинали коряво отображаться. Ещё мне не нравится, например, то, что в мобильном приложении вот это состояние текущее контроллера, оно не всегда актуальное. То есть я сейчас могу, например, закрыть краны, и мобильное приложение не отобразит этого. Хотя мне придёт пуш-уведомление довольно быстро. Вот кран закрыт. Но при этом на основном экране приложения этот статус не обновляется. Чтобы он обновился, нужно нажать кнопку «Обновить». Но мне кажется, это какой-то довольно устаревший подход. Тем не менее, основные функции приложения выполняет. Если не пользоваться им каждый день, то в принципе можно особых глюков и не заметить. Самое главное, что оно позволяет настроить контроллер. Вообще в мобильном приложении следующая структура объектов есть. Ну, изначально вы, естественно, регистрируете аккаунт. В нём вы можете заводить один или несколько домов. Это может быть дом, не знаю, дача, офис. В каждом из которых может быть один или несколько контроллеров. Протечки и контроллеров тёплого пола. В данном случае у меня один дом, который называется дом. Вот по заголовку это видно. Есть интерфейс, отображающий текущее состояние счётчиков воды. У меня оба счётчика настроены как холодные. Вот их текущие показания. Также здесь мы видим состояние контроллера, который назван Neptune Smart. Событий сейчас нет. Вот этим рычагом мы можем переключать состояние кранов. Реле в данном случае щёлкает, потому что для релейного выхода выбран режим, когда состояние реле переключается при открытии и закрытии кранов. Здесь у каждого контроллера есть кнопка включения режима мойка пола. Она подразумевает, что контроллер перестанет на 50 минут реагировать на сигналы протечки, на тревоги. Ну и давайте, наверное, не будем все настройки сегодня смотреть, иначе ролик получится очень длинным. Ну вот ещё один момент хочу показать. В верхней части основного экрана приложения есть иконка «Я дома». В данном случае, если на неё нажать, то она сменяется на «Я ушёл». Это два возможных состояния дома. И можно назначить действия. На случай, если дом находится в состоянии «Никого нет дома», есть тут действия для терморегуляторов и есть действия для модулей «Нептун», для вот таких вот контроллеров. Здесь, соответственно, можно ничего не делать. Можно закрыть краны, если вас нет дома, и закрыть краны при расходе с выше заданной нормы. Правда, где норма задаётся, я не нашёл. Ну ладно, неважно. Самое интересное, что здесь нужно показать, это настройки самого контроллера. Здесь мы можем задать название модуля. Оно будет фигурировать во всех уведомлениях. Это удобно для идентификации контроллера. Можно включить блокировку кнопок модуля. Не знаю, правда, зачем, но такая возможность есть. Есть настройка «Закрывать краны при потере беспроводных датчиков». Ну, такая мера предосторожности, чтобы ни в коем случае не пропустить протечку. Режим. Две зоны можно включить. При этом для каждой зоны можно ввести название. Оно тоже будет фигурировать везде в настройках. При этом на основном экране, как видите, изменился интерфейс. И мы теперь можем независимо управлять первой зоной и второй из мобильного приложения. И также изменилась логика работы кнопок контроллера 1 и 2. Теперь две независимые зоны. И две кнопки управляют положениями клапанов в этих двух зонах. При этом изменились и многие другие настройки. Теперь они адаптированы под работу с двумя зонами. То есть индивидуально можно задавать некоторые параметры. Можно датчики протечки привязывать к одной либо к другой зоне. Ну, давайте для простоты переведем обратно контроллер в режим одной зоны. И посмотрим остальные настройки. Настройка проводных линий. Здесь мы с вами выбираем для каждого из четырех входов для подключения датчиков, что это датчик или кнопка. В случае, если это двухзонный режим работы, то можно будет здесь еще выбрать для какой именно зоны. В данном случае у меня подключен датчик к первому каналу. Дальше. Настройка функции реле. Можно включить переключение реле по срабатыванию тревоги для, например, уведомления внешней системы. Либо переключение реле по закрытию кранов для того, чтобы управлять какой-нибудь нагрузкой. В зависимости от состояния кранов. Настройка беспроводных датчиков позволяет включить режим добавления новых датчиков и позволяет посмотреть статусы уже подключенных датчиков. В данном случае у меня один беспроводной датчик подключен. Уровень заряда батареи у него высокий. Уровень сигнала здесь же отображается. И состояние тревоги. Зеленый кружок означает, что тревоги сейчас нет. Дальше. Есть пункт настройка модуля счетчиков в слоте 3. Если бы этого модуля не было сейчас в контроллере, то и этого пункта настройки тоже бы не было. Это довольно прикольная фишка, как мне кажется, приложение. Здесь индивидуально настраиваются дискретные входы этого модуля. Можно ввести название, включить или выключить его. Флажок «Горячая вода» нужен для раздельного учета потребления холодной и горячей воды. Есть настройка типа входа «Намур». «Намур» — это тип дискретного выхода, который позволяет диагностировать обрывы линии и короткие замыкания линии. Здесь можно установить текущие показания счетчика. Можно задать цену одного импульса по умолчанию 10 литров на импульс. И лимит счетчика литров. Не знаю, что это, честно говоря. И то же самое для второго входа. Следующий пункт «Статистика» позволяет увидеть потребление воды за заданный период. Но эти данные берутся с сервера. Далее информация о текущем Wi-Fi соединении. Информация о модуле. О самом контроллере в данном случае. О слотах расширения. Вот какие модули расширения сейчас установлены. Информация о проводных линиях. Ну, их состояние просто. Информация о беспроводных датчиках. Ну, нечто похожее мы уже видели на другом экране. Ну и давайте сымитируем протечку, например, проводным датчиком. В течение четырех секунд нужно замыкать клеммы датчика. Вот сработала тревога. Пришло уведомление о том, что обнаружена протечка на линии 1. И, как видите, мобильное приложение автоматом не отображает состояние тревоги, пока я не нажму кнопку «Обновить». Я сбросил тревогу нажатием на кнопку «Два». При этом в мобильном приложении до сих пор тревога. Протечка устранена. Вот теперь, по идее, состояние тревоги снято. Ну да, вот оно и в приложении тоже пропало. При этом краны закрылись, текущее состояние закрыты. И, поскольку тревога снята, теперь можно их открыть. Либо из мобильного приложения, либо с кнопок контроллера. Тестируя работу контроллера и мобильного приложения, я обратил внимание на то, что при отсутствии интернета, при отсутствии подключения к серверу, мобильное приложение выдает ошибку подключения по протоколу MQTT. И мне в этот момент стало интересно, а как конкретно взаимодействуют узлы в этой системе? Мобильное приложение, контроллер и сервер. Я сделал дамп на роутере на своем. Этот дамп открыл при помощи Вайршарка и стал анализировать весь трафик. Как происходит взаимодействие между узлами. И что удалось выяснить? Во-первых, мобильное приложение не пытается взаимодействовать с контроллером напрямую, даже если они находятся в одной локалке. Всегда все взаимодействие идет только через сервер. Во-вторых, что касается контроллера. Он подключается к серверу по протоколу MQTT. Не используется авторизация, не используется шифрование. В клиент ID находится его MAC адрес. Таким образом, его сервер идентифицирует. И обмен весь идет через два топика. Один топик для сообщений туда, на сервер. Второй для сообщений обратно. Внутри сообщений тело двоичное. В нем разобрать что-то сложно без подробного реверс инжиниринга. В общем, вот таким образом реализован обмен с контроллером. Причем контроллер, обменявшись несколькими сообщениями с сервером через MQTT брокер, отключается от брокера принудительно. И через короткий промежуток времени снова подключается для нового сеанса обмена. И вот период между такими сеансами обмена около 10 секунд всего лишь. То есть контроллер постоянно отключается, подключается, отключается, подключается. Зачем такое сделано, мне не очень понятно. Что касается подключения приложения к серверу, используются два протокола. MQTT и HTTP запросы. Причем по MQTT соединение устанавливается, но реального взаимодействия не идет. Ну, по крайней мере, там за 2-3 минуты, которые я захватывал трафик. Для чего конкретно используется MQTT, мне неизвестно. Судя по всему, весь интерфейс вот этот, настройки контроллера, управление им реализован на HTTP запросах. Что хорошо, оба этих соединения шифруются по протоколу PLS 1.2. То есть в этом плане здесь с безопасностью все гораздо лучше, чем с контроллером. Ну и для работы пуш-уведомлений используются сервисы Google или Apple в зависимости от платформы приложения. Ну и еще один важный вопрос. Это возможные способы интеграции контроллера в системы, в том числе системы умного дома. Я вижу три возможных варианта интеграции. Самый первый вариант, он же самый тупой, это интеграция на уровне дискретных сигналов самого контроллера. Как вы помните, у него есть релейный выход, который можно настроить на активацию при срабатывании тревоги. Это позволит внешней системе узнать о том, что была тревога. При этом дополнительной информации, конечно же, эта система не получит. С какого датчика, что конкретно произошло, с какой зоны, этой информации не будет. Но хотя бы будет информация о том, что была тревога. Ну и можно также из внешней системы реализовать управление кранами при помощи функции управления кнопками. То есть у контроллера есть дискретные входы, с замыканием которых на землю можно открывать или закрывать краны. Таким образом можно из внешней системы это делать. Второй вариант, самый технически красивый и самый полноценный, на мой взгляд, это установить в контроллер модуль расширения с RS-485. При этом контроллер станет Modbus слейвом. И есть карта регистров, у производителя опубликована. Судя по которой, там доступно полное управление контроллером. В том числе управление разнообразными настройками, чтение состоянием всех беспроводных датчиков и прочее. Довольно полноценная получается реализация. По Modbus из любой системы умного дома можно с этим контроллером взаимодействовать. И это все взаимодействие будет по локальной сети без использования внешних серверов, что довольно удобно. Единственный существенный минус этого варианта, это относительная дороговизна вот этого модуля расширения RS-485. Он у производителя стоит 5000 рублей. При этом, судя по фотографии, там все очень просто. Скорее всего, только микросхема физического уровня RS-485 присутствует. Из таких существенных компонентов все остальное копейки стоит. Ну и третий вариант интеграции, это интеграция высокоуровневая через API сервера. Есть публичные API, там описаны все HTTP-запросы возможные, которые можно направлять серверу. Там есть авторизация, есть полный функционал мобильного приложения. То есть от регистрации нового пользователя, создания там дома, создания контроллера, подключения, управления контроллером, получения состояния и прочее. В общем, полный функционал мобильного приложения доступен через эти HTTP-запросы. Минус, опять же, этого варианта в том, что его работоспособность завязана на работоспособность сервера. Ну что ж, я думаю, теперь самое время разобрать контроллер. Посмотрите, как он внутри устроен. Тем более, что, судя по MAC-адресу, в нем стоит один из Wi-Fi чипов эспрессив, скорее всего, ESP32. Ну что ж, давайте приступим. Проводной датчик протечки после разборки выглядит следующим образом. Как видите, вся плата залита таким силиконеобразным компаундом. Я его снял с одной из микросхем. Это не что иное, как сдвоенный компаратор. Один из компараторов используется для срабатывания, по изменению сопротивления, судя по всему, выходной транзистор NPN, который формирует выходной сигнал и открытый коллектор. В общем-то, ничего больше интересного здесь нет. Беспроводной датчик протечки питается от 3-х вольтовой батарейки формата CR123A. Печатная плата выглядит следующим образом. Вот такая антенна, светодиод. И на обратной стороне мы с вами видим два чипа. Вот этот квадратный чип отвечает за радиочасть. К сожалению, по маркировке он не гуглится. У него маркировка 1272 в первой строке, 1949 во второй. Нет никаких обозначений производителя. В общем, непонятного происхождения чипа. Ну и второй чип – это у нас небольшой маломощный микроконтроллер от компании ST STM8L051F3P6. Он, собственно, производит измерения на клеммах. Он включает светодиод. И он реализует через радиочип передачу данных на контроллер. Обозначение слотов расширения говорит нам о том, что три слота идентичны по совместимости с модулями расширения. Это слоты второй, третий и четвертый. Ну а первый слот отличается тем, что в него можно установить еще и модуль с интерфейсом Ethernet. Итак, друзья, по самому контроллеру, что можно интересного здесь вам показать. Во-первых, вот эта вот часть с толкателями кнопок и световодами довольно интересно устроена. Обратите внимание на толкатели кнопок. Какую сложную форму они имеют. Имеют такую подпружиненную часть, которая упирается в печатную плату. И по центру толкатель, который давит на вот эти вот две кнопки. Они действительно очень слабо щелкают, очень мягкие. Поэтому при нажатии на кнопки устройства тоже тактильный отклик довольно слабый. Сами световоды, обратите внимание, как сделаны. У них есть свои защелки. То есть они вставляются и защелкиваются в корпусе. Тоже довольно интересная реализация. Довольно сложная. Печатная плата контроллера в общем виде выглядит следующим образом. Ну и давайте теперь ее детально рассмотрим. Ну прежде всего микроконтроллер, который здесь использован. Это Espressif ESP32 Pico D4. Вот он здесь располагается. Pico D4 это модификация ESP32, которая помимо самого ESP32 содержит здесь еще флешку на 4 мегабайта. Обвязку радиочасти. И даже кварц на 40 мегагерц. Все в одном корпусе. Как видите, это позволяет на плате не делать большое количество развязки вокруг чипа. Все получается довольно компактно. Вообще на плате требуется довольно много дискретных входов, выходов под разные нужды. Под те же самые светодиоды, кнопки, выходы транзисторные, входы датчиков и так далее. Здесь довольно много различных расширителей. Ввода-вывода, например, вот эти две микросхемы. Это HCS595. Это сдвиговый регистр с защелкой. По сути преобразователи из последовательной шины в параллельную. Ну и в частности, линии, подключенные к этим микросхемам, используются для управления транзисторами, которые в свою очередь управляют кранами. И вот еще один расширитель. Это уже едва-сишный расширитель от Texas Instruments PW535. У него маркировка. Это на самом деле TCA9532. 16-битный едва-си расширитель. Ножки умеют работать как на вход, так и на выход. Следующий интересный момент. Как именно реализуется Ethernet в Ethernet-модуле? Я довольно долго уже изучаю эту плату. Довольно сложно отследить дорожки. Очень они тонкие, мелкие. Многие заходят под разъемы. Из-за этого отследить сложно. Но, как я понял, именно на вот этот разъем они вывели с ESP32 интерфейс RMI-I. И уже на плате модуля расширения находится микросхема физического уровня Ethernet-а, трансформатор и разъем. Ну, индикаторы, соответственно. Единственное, я не очень понял, почему они не развели этот RMI-I интерфейс для Ethernet-а. Вот, например, на вот этот слот, который ближе к чипу ESP32. Зачем нужно было тянуть эти линии до вот этого дальнего слота? Вот это мне осталось непонятным, конечно. Также на основной плате мы с вами видим пищалку, которой контроллер пищит. Это дроссель источника питания. И что еще интересного есть на этой плате, неожиданного, то, что реле на самом деле два маломощные реле. Одно используется для реализации релейного выхода контроллера вот этого. А второе реле развязывает вход источника питания. Честно говоря, не знаю до конца, для чего такую схему применяют, но вот они, контакты этого реле обмотки. На них подаются 12 вольт прямо с разъема питания. То есть реле сразу же включается при подаче питания. И контакты реле, что они делают? Те же самые плюс 12 вольт подают на источник питания и уже последующие цепи. Вот он, контроллер источника питания. И реле плюс 12 вольт подает на него. Для чего такая схема используется? Я не уверен. Если знаете, напишите в комментариях. Довольно интересно реализована идентификация типа модуля. На каждом модуле присутствует микросхема сдвигового регистра, которая преобразует... У которой вход параллельный и выход последовательный. Но используется это каким образом? На каждом модуле есть такой сдвиговый регистр. И его входы параллельного интерфейса, они запаяны либо на землю, либо на плюс. Таким образом, ESP32 через вот этот вот интерфейс, прогнав последовательность импульсов, может считать код типа модуля, который задается тупо самой трассировкой платы. Ну, грубо говоря, перемычками на входах параллельного интерфейса. На плате модуля с дискретными входами для подключения счетчиков сам счет импульсов ведет дополнительный микроконтроллер. Это тот же самый маломощный STM. STM-8 L051 F3 P6. Вот он. Ну и что касается модуля расширения для подключения радиодатчиков. Здесь все самое интересное скрывается под экраном. Соответственно, сейчас нам надо его либо снять, либо, может быть, я думаю, разрезать. Вот таким образом. Наверное, это будет проще. Субтитры сделал DimaTorzok В радиочасти радиомодуля используется та же самая микросхема, что и в беспроводных датчиках. Маркировка 1272-1949. Сопоставляя сейчас две радиоплаты, посмотрев на DATESHIT вот этого микроконтроллера STM-8, понял, что микросхема радиочасти подключается к микроконтроллеру точно по SPI. Соответственно, здесь на этой плате радиодатчика используется SPI микроконтроллера датчика, а здесь те же самые четыре линии SPI интерфейса выведены на разъем слота расширения. То есть ESP32 сама по SPI обменивается с этой микросхемой радиочасти. То есть на разъемы модуля расширения выведены как минимум SPI, скорее всего UART для работы модуля RS-485 и того же модуля Lora, скорее всего, может использоваться UART. и RM-II для интерфейса Ethernet, ну и плюс питания и ножки идентификации типа модуля. Итак, друзья, на этом на сегодня у меня всё. Я надеюсь, что этот обзор вам был интересен. Благодарю вас за просмотр ролика до конца. Как всегда, всем желаю удачи и успехов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok